Всем привет! Вы на канале 1-2. Готово! Сегодня будем готовить вот такой вот вкусный новогодний праздничный салат. Готовится просто, быстро, из простых продуктов, а получается вкусно, необычно и очень красиво. Что нам необходимо сделать? Я ее промыла, просушила и разделила на такие вот кусочки. Теперь будем обжаривать. Обжаривать будем на небольшом количестве растительного масла. И пока печень обжаривается, давайте займемся грибами. У меня шампиньоны. Нарезаем их такими половинками. Шампиньоны тоже будем обжаривать. И не забываем переворачивать печень. Печень мы оставили немного остыть. Займемся грибами. Будем тоже их обжаривать. Сначала на сухой сковородке, потому что будет жидкость, лишняя влага уйдет. И мы добавим немножко растительного масла. Ну и, конечно же, чтобы не терять время, мы займемся другими ингредиентами. У нас тут еще есть морковь, которую необходимо почистить и нарезать кубиками. Далее нам понадобятся маринованные огурчики. Нарезаем их тоже кубиками. Про грибочки не забываем. Помешиваем. Я уже добавила немного растительного масла. Кстати, их можно посолить. Огурцы тоже отправляем в морковки. Печень остыла, и мы можем спокойно ее нарезать на кусочки. Ее мельчить не надо. Вот как она есть, просто вот на такие вот кусочки. Потому что, если мы будем резать мелкими кусочками, то получится каша. Перекладываем печень. Затем обжаренные грибочки. Теперь берем половинку головки лука и нарезаем тоже ее на кубики. У меня лук красный, потому что он не такой горький. Если вы будете брать обыкновенные белые репчатые, тогда необходимо обдать его кипятком, чтобы вот эта горечь ушла. Перекладываем к салату. Далее берем зеленый горошек. Затем солим. И мне очень нравится, что здесь заправка не майонезная. А поливаем оливковым маслом или растительным. Все тщательно перемешиваем. Я вас уверяю, друзья, что на праздничном столе, на Новый год, вы сможете этим салатом удивить своих друзей и близких. Приятного вам аппетита! Готовьте просто, необычно и с удовольствием.